МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У эфира программа новина региона у студии Екатерина Градницкая. Вітаю вас и сегодня в выпуску глядите. Мне нравится эта работа и достойные деньги. Что пропануе компания летней занятости молоди? Рыжим забороны. Пропынено купание у трех водоемах Могилева и Могилевского района. Узгадать самим и детям рассказать, яким был Могилев у 70-е и 90-е годы минулого 100-го дня. Пока же выстава инший час. А теперь по дробязни. Компания летней занятости молоди у самым разгары. Селета по области плануяцца проставить часовую прасу 4 тысячам юнаков и девчат. Нададзенный часом аль 2,5 тысячи заняток свой отрымали. Сярут организатору занятости выступают розные установы адукации, центры сабслуговывания, пропануются драмонтных работ до пошиву бялізной, вырубы сувенирной продукции. Наша здымышная группа наведала Центр социального обслуговывания насельництва Кастрышницкого района Могилева, где прасуясь больше за два десятки подлетков. Гэтые девчинки кропотливо шеют бялізну для весноцкого дома-интерната. Праца не складанная, особливо, коли ведаешь технологию. Так дарья вопытная швачка и навучиться гэтой профессии, да и у центры працуя не у першыню. Здесь и коллектив хороший, и условия работы, и всё-всё-всё. А вось другая группа малюя картины. Сдавалась обзвычайная расфарбовка, а отрымливается соправдный твор мастатства. И хлопчикам, и девчинкам заняты к досподобы. Павел, выпускник, увольный от доступных испытывчатств, працуя у гэтом центры. Я обычный парень, не ходил в никакие художественные школы, перешёл просто с дома, потому что я хотел работать. И здесь я провожу своё время интересно, и мне помогает мой коллектив. Мне нравится эта работа и достойные деньги. Сто рублёв за десять працованных дёнг – это добрый заробок, кажутся юные работники. Праца по силах и на радость. До того же, каждый после працонной декады отрымает и працонную книжку. Ребята приходят с большим удовольствием, приходят они сами. Многие из них задерживаются на большее время, чем им нужно. Видно, насколько им это нравится, насколько они заинтересованы в своей работе, и насколько они хорошо и качественно работают. Это очень и очень важно. Занятость молодей у час летних каникул финансуется со сродка удержаванного позабюджетного фонда социальной обороны. Алена Мельшанкова, Денис Бутылин, Новины Региона. Пытание про экономику, цена утворения, статистику и анализ можно будет задать в субботу, 8 липня. В этот день традиционную промоют телефонную линию проведет наместник старшиня Балвы Конкама Виктор Некрашевич. С 9 до 12 годин можно оттелефоновать по номеру Могилеве 50 18 69. У той же час промоют телефонные линии пройдут во усих городских и районных выхонавчих комитетах в области. Например, у Могилевским гарвы Конкаме телефонование примет первый наместник старшиня гарвы Конкама Александр Веракса по номеру 25 84 42. А у Бабруйским гарвы Конкаме на пытание откажет наместник старшиня Инна Ануфраева. Телефон для совязи у Бабруйску 76 21 41. А у Кострычницким районе Могилева открыты першую в области кризисной дому. Им одночасово могут знаходиться две семьи, які опынулись у тяжкой житевой ситуации. Як показывает практика, отримание часового притулку послуга запотрабована. Это спальное помещение, где люди могут размещаться и здесь отдыхать. Вторая комната, да, тоже она для двоих человек. Это тоже спальная комната. Душевая кабина. Здесь, ну вот, все подключено, все работает. Горячее, холодное водоснабжение. Здесь у нас находится такая мини-прачечная. Есть кабинет для занятков, месса для отпочинку, кухня с усе необходной техникой. А пошним часом люди, які у сям'ї сутыкнулись с выпадками психофизичного гвалту, у односинах да сябе, усе шоссе звертаются за допомогой да специалисту. Не соромятся рассказывать про свои проблемы. Семейное насилие, оно где-то даже скрыто. И когда мы начинаем работать с детьми в школе, уже с подростками, мы выявляем все новые-новые факты. Люди, как правило, стесняются, боятся чего-то. Сюда же они могут спокойно обратиться. И здесь им помогут, их защитят на то время, пока мы будем работать с тем же насильником или насильницей. Настолько нужных и важных учреждений для наших людей, которые попали в ту или иную непростую жизненную, тяжелую ситуацию, и которые сегодня будут иметь возможность не только реабилитации, а будут иметь возможность и профилактики выхода из этих кризисных ситуаций. У кризисным доме могут часово жить и одинокие состарелые, например, подчас ремонту у их хате. Открытие кризисного дома стало мягчымым, дякуючи спонсорской допомозе и пазобюджетным сродкам. Татьяна Сергеевич, Миколай Соболев, Новины региона. У Крычеве сотыкнулись две маршрутки. Авара отбылась на улице Ленинской, каля припынку громадского транспорта. По информации Держаутаинспекции, транспортные сродки, які рухались попутно, не подзялили дорогу. У вынеку дорожно-транспортного здарения водитель одной из маршруток отрымал травмы, яго забрали у больницу. Пассажиры маршруток не потерпели. 6 липень припынено купание у трех выдаемах Могилева и Могилевского района. Про это поведомили у отделений коммунальной гигиены Могилевского зонального центра гигиены и эпидемиологии. Так, припынено купание дятей-дорослых на раце Днепру межгородского пляжа Могилева, у зонах пляжа у Калявески-Палыковичи и Калявески-Вильшицы. По информации санитарных служб, припынено купание у сувязи с пагаршеннем якости воды по микробиологичных покашиках. У ночи с 6-го на 7-е липень по народным календары свято Купалля и оно лишится одним из самых старода у них и мая язычницкие карани. Лишилось, что Купалля была объединена с летним солнцестоянием. Протки связывали это свято с культом солнца. Тому по вековых традициях на Купалля проходили очищение водой и огнем. Отсюль традиция распальвать костры, водить карагоды и купаться на досвитку. Кальсонийка играет, небы купается. После крышения Руси язычницкие поверья тесно переплялись с крысьянскими традициями. Так 7-го липень православная церква шануя Иоанна Христителя. У вугулю в народе Купалля лечится самым чаролным святом. На яго шукали папарацька ветку, якая приносила счастье владальнику. Варажили, сбирали зелки, лечилася, что яны самые лечебные и обовязково веселилися. Убачить, яким был Могилёв у 70-е и 90-е годы минулого ста годзе можно, когда зазернуть в окна центральной библиотеки на улице 1-майской областного центра. Там открылась выстава фотосдымка у Ирины Савосиной «Инший час». Час был иншим, подавалось, что текен больше повольно, чем теперь. На этой невеликой выставе собраны сдымки, якие были сделаны наприконцы советской и у перебудовочной эпохи. И по водле аутара Ирины Савосиной, яны свечат, что Могилёв расте и меняется несумненно у лепший бок. На этих сдымках можно увидеть те места города, которые эмоционально изменились. То есть это совершенно другое время, другая архитектура. Может быть, в этом есть нечто ностальгическое и очень симпатичное. Вот, например, фотография 1978 года сделана с лодочной станцией возле моста по Пушкинскому проспекту, но там на дальнем плане попала Советская площадь с колесом обозрения. Там ничего нет больше. И вот этим это привлекательна фотография. Телеканал «Беларусь-4 Могилёв» покажет телеверсию святочных концертов, які отбыліся на площади Ленина и площади Славы у Могилёве. У суботу, 8 липеня, віват Могилёв, 750, у неделю 9 липеня «Наша земля, наша родима Беларусь». Початок трансляции у 21.00. Дальше полные версии 3D-маппинг-шоу на площади Ленина и святочный фейерверк, присвеченный дню народжения Могилёва, можно убачить на сайте телеродекомпании Могилёв. И еще больше новин на нашем сайте tvrmogilio.by А я с вами развитываюсь. До встречи в эфире!